Праздник за новогодним столом – особый ритуал, к которому многие готовятся заранее. Продумывают оригинальное меню с новыми сочетаниями вкусов. Застолье на то и праздничное, чтобы радость приносило. Можно красную рыбку поесть, салатик оливье сделать, крабовый можно. Запаслись опятами, ну и картошечка, салатики. Я сама кондитер, поэтому пеку, и торты у меня, и все любят очень. Чтобы на утро после ночного застолья не было ощущения тяжести в желудке, врач-терапевт с 30-летней практикой Татьяна Колосова советует придерживаться простых истин, главное из которых – не переедать. В библиотеке семейного чтения специалист проводит лекции о правильном питании. Это ночной прием пищи. Это в принципе плохо для организма. Желудок ночью привык отдыхать, а тут его заставляют работать. Он в стрессе. Он не готов переваривать такое количество еды. Он растягивается и не хочет шевелиться. И к утру мы приходим с раздутым животом, с тяжестью, с изжогой, с отрыжкой. Обязательно до Нового года за 3-4 часа нужно поесть. Пробовать все по чуть-чуть. Такой подход к выбору блюд, по мнению Колосовой, наносит организму вред. Специалист советует придерживаться мономеню, то есть употреблять на ужин один вид белка. У рыбы, говядины, курицы он отличается. И поджелудочной железе нужно вырабатывать разные ферменты для их усвоения. Салат оливье. Мы полюбили его за наилучшее сочетание жира и сахара. Между тем, именно они провоцируют набор лишнего веса. Оливье всегда предполагает вареную морковку и картошку вареную, а это сахар, это глюкоза. Плюс майонез, а это жир. А сочетание жирного и сладкого, оно всегда прямым ходом откладывается на талии, на животе. Вот это вот их место. Те же свойства у сельди под шубой и любимого винегрета, где свекла – источник сахара. По этой же причине фрукты и сладости на новогоднем столе не более чем украшение. Помним об этом, наполняя тарелку. Как помочь себе не переесть в Новый год? Достаточно вспомнить о принципе полной тарелки. Приведем эксперимент. Берем 120 граммов любого салата. Вот как он выглядит на большой тарелке. Кажется, что еще много места. Но я возьму тарелку поменьше. Потому что кроме салата сюда больше ничего не поместится. Портить себе новогоднее настроение, отказываясь от любимых блюд, тоже не выход, полагает Татьяна Колосова. Таблетка фермента и легкая пробежка на следующий день компенсируют негативный эффект от ночного застолья. Об этом следует помнить тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Не менее тщательно нужно подойти к выбору алкоголя. Сочетание алкоголя и жира – это всегда плохое сочетание. Потому что жир стимулирует выброс большого количества соков поджелудочной железы, ферментов для переваривания. А алкоголь же в сочетании с жиром вызывает спазм сфинктероиде, так называемый. То есть того сфинктера, который перекрывает путь желчным ферментам и ферментам поджелудочной железы из железы в кишечник. И возникает воспаление. Новогодний ужин – неторопливое занятие. Растяните ночную трапезу на несколько часов. Организму нужно время на пищеварение. И не забывайте пить воду. Ее на столе должно быть в достатке. С каждым новым глотком вы почувствуете, что приближаетесь к насыщению. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Екатерина Беляева. Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok